На часах 18.00. Курсанты уже в классе внимательно слушают и помечают актуальные для них нюансы. В кабинете их порядка десяти. Первое занятие в автошколе для людей с ограниченными возможностями, как первый шаг в новый мир, более интересный и доступный. До этого жизнь многих из них была ограничена в передвижении. Теперь этот барьер будет успешно преодолен. Они довольны решением, они получили свое, и проблема решается. Поэтому это с одной стороны, это в городе Бресте. Но специфика такова, что данный автомобиль будет курсировать не только по территории Брестской области, но и по другим областям Республики Беларусь. Поэтому, конечно же, наша задача во взаимодействии с обществом инвалидов организовать набор этих групп в различных городах, заказать, условно заказать через областной совет ДОСАА данный автомобиль. И мы организуем, будем организовывать данное обучение. И в крупных городах, в первую очередь, в нашей области, это Пинск, это Барановичи, ну, наверное, это Кобрин. Для удобства перемещения новой группы курсантов был выделен даже отдельный вход, оборудованный пандусом. Теоретические занятия люди с инвалидностью будут посещать вместе. А вот уроки вождения индивидуально со специально обученным инструктором. То, что визуально будет отличать этот автомобиль от других, полное ручное управление. В остальном же машина такая же, как и у других курсантов автошколы. Тут сцепления нет, но здесь обязательно должна быть педаль газа. И для мастера педаль газа. То есть, если в случае где-то чуть газку добавить, уехать с перекрестка, или что, разная ситуация у него еще есть. Во всех учебных автомобилях нету. То здесь газ у мастера есть, он может тоже помочь. То, что эмоции курсантов переполняют, видно невооруженным глазом. Почти два года Алексей пытался найти возможность пройти обучение. Его мечта – путешествовать. И чаще видеться с родственниками, которые, к сожалению, живут не так близко. Сегодня молодой человек присматривает для покупки автомобиль и с нетерпением ждет первых практических занятий. Я проходил постоянно медкомиссии, пытался в автошколу какую-нибудь записаться, но не было возможности из-за того, что отсутствовал автомобиль. Мне предлагали как бы в Минск, но это не очень удобно. И сейчас появилась такая возможность, поэтому я рад. В среднем в автошколе ежегодно проходят подготовку и переподготовку около 1300 водителей. Теперь к этому числу добавится и новая группа. Кстати, в нее еще можно попасть в течение 10 ближайших дней. Для этого нужно связаться с администрацией Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов имени Карбышева. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малышонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.